Первые аплодисменты перед началом нового сезона. В зрительном зале театра имени Максима Горького после летних каникул артистов приветствует художественный руководитель Ефим Звенятский. На повестке дня планы на сезон, а они особые, ведь театр празднует свое 85-летие. И юбилейный год обещает быть насыщенным событиями и премьерами. Это Эдит Пиар. Мы будем открываться Эдит Пиар. Эдит и ее демоны. Именно с этой постановки, уже полюбившейся зрителями, 18 августа начнется новый сезон. Также в августе публику приглашают на спектакли Анна Каренина «Женитьба», «Дама с камелиями», «С любимыми не расставайтесь», а также комедию номер 13 или «Безумная ночь». На малой сцене пройдут постановки «Смех лангусты» и «Варшавская мелодия». Озвучили и спектакли, которые планируют поставить в юбилейный год. Это «Кукольный дом» по пьесе Генрика Ипсона, сатирическая комедия «Ильфа и Петрова, 12 стульев» и трагедия Максима Горького «Васса Железнова». К слову, последняя, наконец, поставит точку в вопросе «Где же Горький в театре Горького?» В новом сезоне труппа театра Горького пополнилась. Теперь здесь служат бывший артист театра ТОВ Сергей Лесенчук, а также Максим Вахрушев и Максим Клушин. После знакомства торжественная часть встречи. По традиции актерам вручают благодарственные письма, членские билеты Союза театральных деятелей России и награды. Написано лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры. «Эта награда была вручена мне за крейсера, за спектакль крейсера, за то, что мы все делали, старались, любили, любим до сих пор этот спектакль. Он про Владивосток, про нас, про наших героев. Это, конечно, безумно приятно». Еще одним поводом для поздравлений стала недавняя свадьба актеров Леонида и Полины Смагиных. Так в новом сезоне в театре стало больше на одну семейную пару. Молодожены признаются, постоянная совместная работа их не пугает. «Мы однажды работали вместе на сцене». «Да, это наша была первая сказка, и мы там познакомились вообще. Вот и Иван Царевич и я царевновикушком. Было очень смешно». Уже сейчас театр имени Максима Горького начинает серьезную подготовку к юбилейной неделе, которая пройдет с 23 по 29 октября. Площадками для проведения станут не только большая и малая сцены театра. Пресс-конференции, выставки, творческие вечера и концерты пройдут и в Музее Арсеньева, и в Дальневосточном государственном институте искусства. Ну, 85 лет – это дата не круглая, но эта дата, она простроена, знаете, на чем? Вот для меня в этом году впервые, я думаю, более значимо. Все-таки на тех людях, которые создавали этот театр. Вот я сейчас вхожу в реконструкцию здания, и передо мной стоит 75-й год, когда это произошло, и День Победы, 30-летие. А что такое даты? Что такое юбилейный или неюбильный? Это встреча, еще раз возможность говорить с людьми, которых или уже нет, или которые так далеко. Но они крепость театра были. Они создавали этот грандиозный театр, который начинался со стен филармонии. За 85 лет в театре имени Максима Горького поставили более 500 пьес. Артисты регулярно выезжают на гастроли, в том числе и за границу. Значимым событием стало недавнее присуждение театру премии правительства Российской Федерации в области культуры за спектакль «Крессера». Анна Бережная, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.